Святая Равнопостальная княгиня Ольга, родоначальница христианской веры на Руси. Об этом говорил в своей проповеди глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Викентий. Память святой, а также образ Богородицы Трои Ручица почтили жители столицы Узбекистана. Русская Православная Церковь почитает память святой Равнопостальной Великой Княгине Ольги. Она была женой князя Игоря Рюриковича. После того, как народ древлян убил ее мужа, княгиня жестоко отомстила. Но приняв крещение в Константинополе, Ольга стала уже совсем другим человеком. Гнев, мстительность, гордыня отошли от нее. Для Ольги крещение не стало пустой формальностью. Она отдалась новой вере всем сердцем. Она поверила в Бога. И эту веру она проносила по всей русской земле. Сеяла семей веры в сердцах людей. И многие люди по ее вере, по ее благочестию приняли веру в Христову. И поэтому мы называем ее родоначальницей веры в Христову. В крещении Ольга получила имя Елены в честь святой равноапостольной царицы Елены, матери императора Константина. А на следующий день жители Ташкента молитвенно обращались к Богородице через ее святой образ Троиручица. В Свято-Троице Никольском женском монастыре города за богослужением молилась настоятельница монастыря, игуменья Екатерина Мальгина с сестрами обители и прихожане. Эта икона чудесным образом была принесена святителем Савы, архиепископом сербским из Палестины в Сербию. И через нее совершалось очень много чудес, много исцелений, много явлений. Но вот пришла такая ситуация, когда эта страна православная, она была завоевана турками, которые очень сильно боролись против православия, против христианства. И вот люди, дорожа этой святыни, иконы Божьей Матери и Троиручицы, и желая ее сохранить, они решили привязать эту икону после и пустить на волю Божьей, Божьей Матери. Сейчас эта святыня находится в сербском монастыре Хиландар на Афоне. Архипастер напомнил, что в Ташкенте есть копия этой иконы. И жители Узбекистана, а также паломники с благоговением, со страхом Божьим, с любовью к Божьей Матери молятся у этой святыни.